Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня у нас на связи адвокат из Германии, Сергей, находится он в городе Баден-Баден. И сегодня мы будем разговаривать на тему политического убежища в Германии. Сергей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании и перейдем к вопросам. Добрый день, Алена. Рад нашей видеоконференции, можно ее так назвать. Коротко обо мне. Я являюсь адвокатом, юрист-консультом по российскому и казахстанскому праву. Занимаюсь своей деятельностью уже в общей сложности больше 20 лет. Из них в Германии более 15 лет. Специализируемся мы в том числе и на миграционное право. И в данной ситуации хотел бы немножко рассказать о том, как функционирует в том числе право беженцев и политических мигрантов. К нам очень часто обращаются с запросами относительно политического убежища. Мы всегда разъясняем относительно законодательства тех или иных стран, но тем не менее, когда мы слышим от адвоката, именно, которые специализируются в той стране, чем интересуются люди, конечно, всегда это будет намного качественнее информация. Смотрите, первый вопрос, который меня интересует больше всего и наших клиентов и подписчиков, это основания для получения политического убежища в Германии. То есть, эти основания, они в какой-то степени соответствуют общим мировым. Для того, чтобы получить подобное признание, нужно быть преследуемым в своей стране, либо в той стране, где человек постоянно проживает и считается близким гражданину, то есть, не имеет возможности, например, быть принят своей страной по таким причинам, как расовая принадлежность, либо политические убеждения, принадлежность к определенным социальным группам и прочее. То есть, это то, что, в принципе, общеизвестный факт. Поэтому Германия в данной ситуации, я бы сказал бы, мало чем отличается. Опять-таки, политическая принадлежность к каким-то организациям, которые не являются запрещенной на общем мировом уровне, то есть, это тоже может являться причиной, если человек только из-за своей политической убежденности преследуется в стране, как правило, государством, либо негосударственными актерами, которые манипулируются, либо управляются государством. Вот это вот являются основные причины, если вкратце. Вот именно хотел уточнить этот момент. То есть, преследование должно быть исключительно со стороны государства, потому что очень многие говорят, что какая-то банда преследует или что-то вот такое, что кто-то мешает, но люди никак не относятся к органам государственной власти. То есть, я так понимаю, что это не является основанием, правильно? Значит, это зависимости от того, о чем мы говорим. Если мы говорим о так называемом «Азюль», то если какая-то банда, которая не манипулируется государством, то это не будет статус «Азюлянта», то есть, это может быть, так называемый, вторичный статус беженца, если государство по каким-то причинам не в состоянии обуздать так называемые банды. По-разному можно их интерпретировать, но, во всяком случае, если мы говорим о том, что статус официальный беженца, либо «Азюлянта», то есть, который в каких-то степенях перекликается, в том числе, то есть, зависимости от политической и прочего, то если мы говорим о подобном статусе, мы должны понимать, что это должно быть либо государство, либо государственные актеры, либо те лица, которые с ними непосредственно связаны. Например, если мы говорим об какой-то организации, в которую вхож прямо, либо косвенно какой-то высокий государственный политик, то мы тогда можем говорить о том, что это тоже организации, которые придерживаются интересов данного государства. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, теперь процедуру, да, то есть, что меня интересует. Например, обязательно ли человек должен находиться на территории Германии законно? И может ли он подаваться, находясь в своей стране? То есть, есть некоторые страны, например, одна из них Франция, то есть, человек может подать, запросить политическое убежище, находясь еще в своей стране, через консульское учреждение. Возможно ли подобная ситуация с Германией? И еще мне интересует относительно визы, то есть, если у человека, например, шенгенская виза, открыта она не консульством Германии, какой-то другой страны Европейского Союза, но человек при этом, когда вот он в бегах находится, ему срочно нужно покинуть территорию своей страны, и первая страна становится Германией. Возможно ли это, или нужно будет, получается, ехать в ту страну, которая тебе выдала визу? Я попробую ваши вопросы, все запомните. Хорошо, если я напомню. Да, вы тогда, пожалуйста, мне напомните. На самом деле, вы затрагиваете такую тему, которая является больной раной, в том числе и в Германии, потому что по закону вы должны подать заявление, находясь в стране. То есть, так урегулирован закон. Если спросить меня, считаю я это правильным или неправильным, то я бы сказал бы, с моей точки зрения, опять-таки, как адвокат, я считаю, что, допустим, подача заявления о заграничных представительствах нашей страны или же там, где распространяется территориальная власть нашего государства, то, например, корабли, находящиеся под флагом Германии, либо там самолеты, либо консульства и прочие организации, то есть для меня, так как юриста, все равно является территорией нашей страны, даже если она находится за рубежом. Но это спрашивает, скажем так, не меня, то есть есть трактовка определенная, которая исходит из того, что все-таки заявление должно быть подано на территории страны, то есть в рамках именно государственных границ. Это такой момент. Есть, в общем-то, выход из этой ситуации, их, по сути, скажем так, два. Это один из них, который планировался, то есть на данный момент, насколько видно, эти планы, скорее всего, пока что не преследуются. Это так называемые лагеря для приема заявлений, находящиеся за границей, то есть такие подобные планировались на территории Африки, где хотели сделать централизованное принятие документов, то есть заявлений и прочее, где люди не нуждались какими-то официальными, либо неофициальными путями переправляться там через Средиземное море и через все эти предпринимательные каналы, которые используют контрабандисты и торговцы людьми. А на данный момент, насколько известно, данные планы пока что находятся в стадии замороженности, хотя они бы позволили сделать такое исключение на самом деле. Но мы говорим о каких-то концентрированных точках, где будут представители, может быть, не только Германии, но и Европейского Содружества в том числе. А если мы говорим не о таких мероприятиях, которые мы сейчас озвучили, то есть, в общем-то, возможность подать заявление на визу по тем же самым причинам, о которых мы говорим. Насколько шансы на получение визы по причинам Козюля и преследования, имеют шанс на успех, это, конечно, вопрос достаточно, скажем так, открытый. Но Германия, как я говорю, что на данный момент рассматривает именно подачу на территории своей. То, что мы можем сегодня подчеркнуть. Следующим вопросом я упомянула, что обязательно ли находиться на территории законных. То есть, если у человека, например, виза уже срок действия испек, или он пересек каким-то незаконным путем ввиду того, что ему пришлось это сделать. Есть такая, скажем так, распространенная, наверное, практика, когда уже ничего не помогает, подай антрак заявление на Азюль, в той стране, где находишься незаконно. То есть, я, может быть, не сторонник этой практики, но она, скажем, имеет место на существовании. На самом деле, для того, чтобы подать Азюль, не важно, заехал ты легально или нелегально. То есть, выясняются только причины, которые позволяют, либо не позволяют тебе получить статус. Вопрос, который упомянули вы, он играет роль, но чуть-чуть на другом уровне. В том числе, решаться будет ли вопрос еще на границе, когда человека проверяют по документам и прочее. То есть, это особенно важно тогда, когда люди залетают на самолетах и сразу же хотят заявить о том, что они хотят получить статус беженца и прочее. Либо человека каким-то образом протащили, я назову это так, на территории Германии. В машине ли, в бочке ли, в какой-то и прочее. И от этого зависит, в том числе, будет ли Германия обрабатывать данное заявление или нет. То есть, это мы можем сейчас обсудить, можем чуть-чуть коснуться, если мы перейдем затем к процедуре непосредственно, как это все происходит. Поэтому само заявление подать можно. А будет ли оно успешным, это уже зависит немножко от других обстоятельств. Да, но если простым языком, как я понимаю, то есть, человеку необходимо будет доказать, почему он совершил действие именно таким образом. То есть, должна быть какая-то уважительная причина. Правильно ли я понимаю? Вы в какой-то степени это правильно понимаете. Значит, сам процесс для оформления и признания статуса беженца, он достаточно интересный. То есть, в том числе и зависит от того, конечно, как человек попал на территорию Германии. То есть, легально ли или нелегально. Если человек попал легально, особенно по шенгенской, к примеру, визии и прочее, может стать вопрос, настолько ли реальное преследование данного лица в стране, откуда он выехал, а если ему позволили абсолютно нормально, к примеру, выехать, то есть, его не задержали там на границе и прочее, и прочее. То есть, я имею в виду из той страны, откуда он вылетел. А если человек попал нелегально, это, с одной стороны, не очень хорошо в принципе, но, с другой стороны, может говорить иногда и в пользу такого человека, который различными путями пытается пробраться к тому, чтобы не быть арестованным на границе, если реально есть угроза его жизни или преследования и прочее. Поэтому, хорошо это или плохо, можно сказать только в конце процесса. Я говорю, что легально попав на территорию Германии, можно получить иногда другие проблемы, которые получат или которые могут не получить люди, которые попали нелегально. То есть, ни в коем случае не поймите меня так, что я сейчас призываю людей попадать на территорию Германии нелегально. То есть, я просто констатирую факты, которые истекают из конкретной практики. Хорошо, я в принципе поняла. То есть, такой своеобразный коллапс, но, в принципе, суть понятна, потому что все очень индивидуально, скажем так. То есть, нужно полностью рассматривать все дело. Да, оно связано в том числе и с так называемым дублинским процессом. То есть, если мы уже коснулись этого, то нужно понимать, или по-другому скажем, многие люди не понимают и не знают эти вещи. Они думают, что если они пришли в Германию и подались, как заявители, то Германия будет в любом случае разбирать их заявление и прочее. И они, на самом деле, уже спаслись, потому что, наконец-то, оказались Германия. На самом деле, это не так. То есть, по именно даблинскому положению, от которого сегодня в результате наплыва беженцев с разных стран, которые мы имели место быть, есть так называемые технические исключения, которые, можно сказать, не нормированы, но практика их использует в данной ситуации. Нужно понимать, что та страна, на территорию которой первая нога наступила, именно в рамках Европейского Сотружества, является ответственной за обработку заявления конкретного человека. И поэтому, если выясняется, например, что человек приехал автобусом, не знаю, с Украины, или с Белоруссии, или с Россией, от куда-то там, к примеру, через Польшу, тогда он должен по логике вещей и по закону уже пойти к польским чиновникам и сказать, я приехал, я прошу политического убежища. И, соответственно, пойти эту всю процедуру. Люди, как правило, не очень, может быть, хотят заявиться в Польше, в Венгрии или в Болгарии, без разницы, где бы это ни было. То есть многих тянет все-таки Германию, может быть, кого-то во Франции и прочее. То есть они приезжают сюда, многие, как правило, приезжают легально и, соответственно, сначала заявляют о своем желании получить статус беженца. Но, как я сказал, что это уже будут потом чиновники в дальнейшем проверять, и в зависимости от пути, по которому человек прибыл сюда, в Германию, они будут разбираться, ответственны ли вообще они обрабатывать это дело, или же они должны попросить человека выехать в ту страну, в которую он заехал первым. Хорошо, в принципе, мне понятно. То есть получается вот этот вопрос относительно визы, то есть он тоже мне понятен. То есть неважно, какое басольство открыло визу, важно именно первая нога, куда ступила. В принципе, я так и думала раньше, хотела просто уточнить. Хорошо, давайте дальше. Перейдем, во-первых, к процедуре, и, может быть, буквально пару слов, и вот такое понятие, как в американском используется понятие кейса, или, скажем, пакет документов. Насколько он должен быть полным, насколько сложно его подготовить, и сроки рассмотрения вот этого кейса. Начнем, наверное, с того, что человек, как я сказал, по прибытию или же по принятию решения, если он уже здесь находится, он должен заявить о своем желании получить статус беженца. С этого момента ему выдают определенный документ, который подтверждает, что человек является еще не заявителем, но желающим стать заявителем. С этого момента его пребывание на какое-то время легализируется. То есть он получает специальное подтверждение о том, что он находится на данный момент на территории легально. И в момент, когда вот это оповещение или предварительное заявление осуществляется, то есть их таких подобных, назовем их в кавычках заявителей, их распределяет затем по землям. С этого момента каждый получает уведомление, в какую землю он должен отправиться. По прибытию в землю, то есть это может быть, в принципе, и та земля, в которой он это заявление сделал, но не обязательно. То есть если человек, например, сделал заявление в Кёльне, это не значит, что Кёльн будет обрабатывать его дело. Это с этим не совсем связано. То есть есть специальная система квот, распределение, и зависимость от того, есть свободные места на данный момент в той или иной земле, то есть человека перераспределяют. А когда он попадает в так называемое, назовем его заведение, то есть это, можно сказать, места для лимитированного пребывания вот этих будущих заявителей, где они могут находиться до шести месяцев, иногда и больше, в зависимости от ситуации. Там им дают возможность, скажем, кровать, может быть, вместе с несколькими людьми, в зависимости от тех условий, которые может себе позволить конкретная земля. Их определяет, и затем через некоторое время они получают уведомление, что они должны подать официальное заявление. Это то, что вы называете фактический файл. То есть здесь нужно сказать, что у нас нет, опять-таки, лимитированного количества документов и прочее. Но это еще не совсем собеседование, которое должно произойти позже. Это уже официальное заявление человека, что он хочет, чтобы его признали беженцем на территории Германии. В это входит, как минимум, заявление само, а также документы, которые удостоверяет личность. Например, такие, как паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, может быть, если с ним, с заявителем вместе с членом семьи, то есть свидетельство о рождении детей. Если есть билеты, например, которые подтверждают въезд человека, самолетом, либо поездом, либо автобусом и прочее, то есть все это должно быть или может быть по возможности предъявлено. То есть фактически, чем больше человек может себе информации предоставить, тем иногда будет это в какой-то степени легче. То есть понятно, что некоторые люди почему-то там теряют паспорта. Они думают, что это проще, может, что это облегчит, как-то затянет. Они думают это, опять-таки, потому что некоторые научены такому, говорят, что если у тебя нет паспорта, тебя, может быть, не смогут выдворить, независимо от того, есть ли у тебя шансы на успех и прочее. То есть, опять-таки, выход ли это из положения или нет, это, как бы сказать, другой вопрос. Это не наша сегодня тема. То есть мы говорим о том, что люди в любом случае то, что у них есть, они должны по заявлению подать. То есть, естественно, до этого и, может быть, во время подачи заявления взяты такие вещи, как отпечатки пальцев, также фотографируется человек и прочее. То есть его индивидуальные личностные характеристики, то есть они должны быть зафиксированы. В том числе для того, чтобы сравнить это по общей базе данных и по целу для человека, может быть, заявление в какой-то другой стране, может быть, под другой личностью он уже заявление подавал. Такие случаи тоже имеют место быть. Поэтому все это по мере возможности отслеживается. То есть кто-то там пытается. Бывали такие случаи, когда люди пытаются чуть ли не отпечатки пальцев, то есть фаланги пальцев сбить для того, чтобы не могли их отследить. Но это, да, то есть есть такие профессионалы, которые идут и на такие меры. Ну, то есть иногда приходится привлекать полицию для идентификации таких людей. Хорошо. Вот меня интересует еще, например, доказательная база. То есть вот человек, ну, достаточно просто его истории или он все-таки должен доказывать, да, те обстоятельства, на которые он ссылается. И получается здесь человек действует самостоятельно или ему предоставляют адвокаты или он должен самостоятельно оплачивать услуги адвоката? Мы можем что сказать. То есть есть процесс подачи заявления, есть процесс собеседования. Если мы говорим о услугах адвоката, то государство их не предоставляет само по себе. То есть в некоторых ситуациях, по-другому скажем, государство информирует о том, что заявитель может воспользоваться услугами адвоката. То есть воспользуется он ими конкретно или нет, это уже зависит от человека. Насколько там государство даст помощь в данной ситуации или нет, это вопрос, скажем, довольно-таки открытый. То есть мы сейчас не можем сказать в конкретном данном случае или нет, потому что мы сейчас пока это в общем обсуждаем. Но воспользоваться услугами переводчика человек в любом случае может. И ему обязаны предоставить переводчика, то есть как правило, который присутствует на встрече, иногда, особенно сейчас во время, когда еще с коронавирусом тематика не закончена, то есть это может быть в виде видеорежима, где будут переводиться конкретные фразы. Поэтому это достаточно индивидуальный момент. Но в любом случае, если человек сам хочет быть с адвокатом, то никто ему в этом воспрепятствовать не может. Кроме того, есть так называемые благотворительные организации, которые иногда оказывают консультации, помощь по мере, конечно же, возможностей. То есть они иногда просто производят тоже определенную разъяснительную политику для того, чтобы люди не оказались совсем беспомощными. Потому что сама процедура, она достаточно сложная и много вопросов. То есть если вернуться теперь к той теме, что вы сказали, человек должен это делать там индивидуально рассказывать, либо может быть доказательства и прочее, это все опять-таки зависит от конкретного случая и от этого же зависит в том числе и успех подачи того или иного заявления. То есть если сказать, что как определенное правило или направление, чем больше у человека будет доказательств его версии, тем больше у него шансов на успех. Во всех остальных случаях будет зависеть, я бы сказал бы, в том числе и от убедительности рассказанной истории. Опять-таки, если эта версия будет там какой-то там заученной байкой, которую, как правило, люди, которые принимают решения, знают наизусть уже, потому что решена каких-то индивидуальных моментов, то тогда, конечно же, эта ситуация может привести к тому, что человек получит отказ. То есть, поэтому, чем больше мы говорим, может быть, видео какие-то есть, может быть, аудиозвонки есть, которые человек может подтвердить, то есть иногда это на телефоне и прочее. Понятно, что это нужно предоставлять тогда для того, чтобы и те же самые чиновники могли оценить, где это было и прочее. Иногда подключают специалистов, делают экспертизы и так далее. То есть это в зависимости от случая конкретного. Да, я могу сюда добавить из своей практики, то есть обращаются очень много клиентов именно с отказами, вот с отказами в политическом убежище. Они находятся в такой ситуации, что они еще в Германии, но там, то есть ожидают депортации, и они пытаются найти уже какие-то зацепочки. И когда начинаешь с человеком общаться, то ты понимаешь, что он либо делал все самостоятельно, либо пользовался услугами государственного адвоката, но человек совершенно не в курсе, что делал адвокат. Вообще, то есть как бы он вообще не проинформирован, но относительно его делай. То есть, например, я считаю, что, наверное, лучше предварительно, то есть если ты находишься в такой ситуации, что тебе нужно бежать, наверное, лучше заранее как-то состыковаться с адвокатом, обсудить, как сделать, чтобы все было законно, как сформировать все необходимые документы, и пока ты находишься в своей стране, изъять какие-то доказательства. Их привезти, потому что, находясь уже в Германии, сложно из своей страны уже запрашивать, если есть родственники, пришлют что-то. Это хорошо. Но я считаю, наверное, лучше предварительно согласовывать все с адвокатом и уже четко понимать свою позицию. Как вы считаете в этом случае? Я как адвокат, наверное, был бы против себя настроен, если бы я, конечно, сказал иное, но я, наверное, все-таки скажу немножко по-другому. То есть обращение к адвокату, конечно, не гарантирует то, что заявление будет успешным, но оно наверняка позволит избежать ошибок, которые сами по себе уже могут привести к тому, что человек получит отказ. Поэтому само заявление, я бы сказал, нужно сделать идеальным, насколько это возможно, с учетом специфики или же особенностей вот этого процесса по признанию беженцев. И здесь наверняка лучше, чем адвокат, это никто не сможет сделать. То есть именно адвокаты, которые специализируются по данным делам. Даже те организации, которые консультируют бесплатно и прочее, то есть там сидят люди, как правило, не юристы. То есть они милые, хорошие люди, которые на самом деле хотели бы помочь. То есть да, мы можем посмеяться, но на самом деле нужно то, что понимать. То есть право на Азюль, оно, как мы сказали, фактически является международным. И связано в том числе, потому что мы как люди должны помогать друг другу, в кавычках, в рамках наших возможностей. То есть естественно находятся люди, которые понимают это достаточно дословно, независимо от того, живут они в Германии или в России, или еще как-то. То есть они, если видят нужду, они к ней относятся как к своей. То есть это могут быть в том числе какие-то церковные организации и прочее, но не обязательно. То есть есть достаточно много людей, которые сострадают. Поэтому мы говорим о том, что помощь можно получить, но квалифицированную помощь человек может получить только от адвокатов, которые, как правило, специализируются на данных делах. То есть может ли человек воспользоваться этой помощью по финансовым причинам и прочее, это уже вопрос другой. Но я говорю, что есть те ошибки, которые человек допустил, именно не зная особенностей и которые повлекли потом к негативным последствиям. И если уже есть отказ, с ним бороться всегда намного сложнее, чем этого отказа еще нет. То есть в этом я вам полностью могу подтвердить. Хорошо. Скажите, пожалуйста, сроки ожидания интервью. И бывает ли такое, что могут одобрить убежище без интервью? Я просто знаю, что в некоторых странах на интервью могут вызвать, а могут и не вызвать. Вообще интервью является обязательно процедурой. Есть, однако, но я ее назову так, возможность ускоренного процесса. Если вы были бы заявителем и сказали бы, что вы гражданин Сирии, который сбежал как раз Сирии от преследования, или таксерак, например, есть возможность ускоренной процедуры, где вам могут дать временный вид на жительство, то есть еще до окончания процесса, то есть исходя из того, что у вас очень высокие шансы на получение данного статуса. То есть собеседование, оно в любом случае будет, потому что они должны, или, скажем, люди, которые принимают решения, они должны убедиться, что вы точно там Сирийка или граждан Ирака и прочее, то есть со всеми вытекающими оттуда последствиями, чтобы вы не оказались, например, как раз таки представителями власти, которые сами от себя якобы сбегают. Но есть разница только, скажем так, быстро это будет решаться или же на общих основаниях. То есть, как правило, чиновники хотят решить данные вопросы в течение трех месяцев после подачи официальных заявлений. Но это опять-таки связано с тем, насколько в данный момент есть подобная возможность. То есть зависит от количества заявлений, как мы сейчас видим, в том числе и от так называемых пандемий, которые имеют место быть и нету возможности провести встречу. То есть, если посмотреть на Германию, то можно сказать, что последние два-два с половиной месяца ведомства были полностью закрыты для посещения. И это говорит о том, что такие собеседования, они фактически не могли быть проведены именно вот в таком режиме, как предусмотрен закон. Хорошо. Ну, а если это не ускоренные сроки, то сколько человек будет ожидать? Именно собеседование вы говорите. Да, да, да. То есть, как я сказал, что чиновники желают сделать это в течение трех месяцев, но если большой наплыв именно заявителей, то это может быть и шесть месяцев, и иногда до года доходит. То есть это все достаточно индивидуально. Хорошо. Скажите, пожалуйста, в этот период человеку предоставляется разрешение на работу и выплачиваются ли какие-то пособия на содержание? Пособия на содержание выплачиваются. Так как было решение Конституционного суда на этот счет, фактически эти выплаты или же пособия, если мы их так назовем в общем, они приравнены сегодня к тем людям, которые находятся на пособии в Германии. То есть там есть немножко отклонения, но они, можно сказать, почти что приравнены. То есть единственное отличие, я скажу так, может быть, в том, что получают ли они это пособие деньгами, либо в какой-то натуральном, или в каком-то натуральном виде. То есть это могут быть какие-то марки, на основании которых люди могут закупиться или там сходить в кино и прочие вещи. Ну да, то есть это не официально, как бы сказать, это не деньги, но это какие-то определенные талоны, которые человек может предъявить, и данные организации, которые оказывают услуги, они обязаны это принять, и они получат потом деньги напрямую от государства. То есть сделано это в том числе и для того, чтобы эти деньги не использовать в каких-то, назовем их, неправильных целях. Хорошо. И в завершение вот еще будет буквально пару вопросов. Такой может быть не совсем запланированный, спонтанный, который у меня возник в голове. Это может ли человек, находясь в статусе ожидания, сменить свой статус, например, если он выходит замуж, или он находит работодателя. То есть может ли он сказать, что все, я не запрашиваю политическое убежище, у меня вот есть другие основания законные. Возможно ли это? Если на этот момент статус пребывания у него легальный, он может поменять, особенно, как вы сказали, по той причине, что он там хочет, к примеру, жениться, либо выйти замуж. В данной ситуации это возможно в принципе. То есть в конкретном случае, будет ли это возможно или нет, это вопрос другой. Потому что это требует по закону, как правило, специальной визы. Например, если человек захотел учиться в высшем заведении, к примеру, то есть он должен заехать по специальной визе студента. В данной ситуации он обходит эту процедуру. И будет ли у него шанс или нет, в том числе будет зависеть и от того, чем закончится окончательно процесс. То есть если он не использует так называемый обходной путь, если он не знает, как ему легализовать себя и сказать, хорошо, я сейчас подам заявление на беженца, поживу здесь несколько времени и подам заявление, чтобы меня признали студентом и прочее. То есть это не факт, что такой вариант сработает в виде исключения. оно может пройти, но как правило его могут попросить покинуть страну, то есть подать официальное заявление и прочее. Также это может распространиться и на брак. Опять-таки это может зависеть от того, состоял человек раньше в браке или нет, потому что есть специальный процесс легализации бракоразводных документов и прочее. Но опять-таки получение вида нажительства по браку подразумевает подачу заявлений из-за границы за, можно сказать, двумя исключениями. То есть если человеку невозможно выехать по определенным причинам за территорию Германии и подать заявление в стране пребывания либо в стране, которая гражданства. И второе, это обязательная выдача чиновниками визы. То есть если мы говорим о том, что человек хочет выйти за гражданина Германии, то нужно кроме этого сдать языковой тест. так называемый А1. Если у человека есть А1, который он получил, выходит там замуж или женится на гражданине Германии и в последний момент невозможно выехать без того, что, к примеру, к человеку там будут применяться определенные санкции в стране проживания либо в стране гражданства, то мы говорим о том, что подобный шанс есть. А в остальных случаях уже нужно смотреть индивидуально. То есть мы не говорим о том, что его нет в принципе, но он в общем-то противоречит нормальной процедуре. То есть если он противоречит, тогда чиновники его, как правило, не хотят использовать. То есть если человеку уже дали статус беженца официальный, если мы уже говорим об этой статус, то в общем-то переквалификация она возможна. Потому что он получает уже официальный вид на жительство и соответственно может его переквалифицировать. Хорошо. и такой вот вопросик относительно отказа. Если человеку отказали, то сколько раз он может подавать на апелляцию? Это скажем, давайте по-другому поставим вопрос. То есть какие шансы есть у человека, если ему дали отказ? Давайте сделаем. Есть несколько видов отказа. Есть вид отказа, например, как абсолютно без шанса. то есть это тогда, когда чиновники приходят к выводу, что именно произошла манипуляция, то есть человек использовал возможность подать заявление как беженец чисто в таких целях, чтобы остаться, чтобы преследовать другие совсем цели. То есть в этой ситуации либо если он уже подавал несколько раз и получил отказ и не привел никаких новых причин, либо если он уже подал в какой-то другой стране Евросоюза, либо если статус беженца уже был признан другой страной Евросоюза, но ему этого оказалось мало и он захотел податься в Германию. То есть в этих ситуациях данное заявление могут отклонить как абсолютно безобоснованно и там есть всего неделя срока, чтобы протестовать это решение. В остальных случаях человек должен покинуть. Если же отклонение произошло по общим основаниям, то есть есть, как правило, один месяц срока для того, чтобы это решение опротестовать. А теперь если мы говорим, какие шансы есть еще у человека, если даже в суде он проиграет. На самом деле человек может подать новое заявление, но только по тем причинам, которые образовались по-новому. На самом деле такие случаи бывают, я знаю из практики тоже такие случаи, то есть если мы говорим особенно о политических каких-то преследуемых людях, были там политики либо каким-то образом поддерживали, то бывает на самом деле такое, что в той стране, где они проживали, до сих пор идет преследование, то есть скажу короткий случай из моей практики, который был, где шла процедура признания-непризнания, и обратились к родственникам, те люди, которые преследовали, сказали, если только назовем это ваша дочь, только если вернется, то можно сказать, жизни ей здесь не видать. То есть это является фактически новым поводом, который можно использовать в данной процедуре. То есть если она уже закончена была и эти факты не могли быть приведены, то это может являться новым поводом для рассмотрения дела по существу. Получается, старые аргументы они уже как правило не учитываются, либо могут в совокупности новых аргументов, если они подтверждают общую логическую цепочку, то есть могут это быть использованы в общей доказательственной базе. Поэтому если есть новые причины, то есть это новые причины могут быть в том числе и по состоянию здоровья. То есть потому что статус беженца он может в том числе быть дан, если по состоянию здоровья человек не может быть как мы это сформулируем лучше на русском языке, то есть по состоянию здоровья ему своей стране угрожает смертельные риски. Мы так сформулируем. Поняла, да. Хорошо, ну в принципе все понятно, очень такой у нас получилось объемное видео, то есть вы очень детально раскрыли эту тему, я очень благодарна вам за это. И в своей практике вот у меня сложилось такое впечатление, что в Германии нелегко получить статус политического убежища, да. Может быть вы скажете мне обратно, или может быть ко мне просто обращались такие клиенты, потому что все, кто ко мне обращались по Германии, это все были люди с отказами, это были такие люди, которые пять лет прожили, и все равно в итоге получают депортацию после долгих апелляций, ну возможно это просто стечение обстоятельств, но скажите пожалуйста, как вы считаете, вообще как Германия лояльно относится к беженцам, или все-таки она их по всей строгости закона? Я думал, что мы уже заканчиваем, мы только начинаем эту тему, которую можно на самом деле очень долго обсуждать, то есть если чуть-чуть отклониться, то есть на самом деле иногда обращаются люди к примеру с Украины, и говорят вот у нас в стране война, то есть я сейчас не говорю с Донецка или со Львова или еще откуда-то, то есть по разным предлогам могут люди обращаться, то есть кто-то не хочет на войну, кто-то от войны бежит и прочее, шансы получить именно статус беженца, он зависит в том числе и от той страны, откуда ты хочешь переезжать, либо от твоего, назовем это так в кавычках социального статуса, то есть мы сегодня иногда слушаем радио, смотрим телевизор и прочее, то есть где иногда там, если мы сейчас говорим к примеру о России конкретно, то есть иногда с России тоже люди заявляют, или являются заявителями, назовем, то есть кто хочет получить тоже статус беженца, потому что кто-то там бежит от режима и прочее, все на самом деле зависит от того, как оценивает на данном этапе Германия ту или иную страну, которой заявляется непосредственно лицо, то есть если эта страна считается с демократической точки зрения социально стабильной, то шансов получить подобный статус практически нет, либо человек должен внести такую историю, которая бы наверняка давала бы подобную возможность, то есть если перефразировать, если бы мы сказали Навальный, если бы сегодня подал бы, то наверное он бы может быть получил, либо его окружение, если мы говорим о людях, может быть, которые не являются там, назовем их так, жесткими оппозиционерами и прочими критикантами власти, то наверное у них шансов было бы скажем так мало, но это одна сторона медали, другая сторона медали заключается в том, что скажем Российская Федерация и бывшие страны Советского Союза как правило они все равно не считаются теми странами, кто прям уничтожает людей в корне, то есть может быть там даваться дальше страны Азии и прочее Средней Азии, где какие-то отклонения могут быть, но опять-таки я говорю, что это дело индивидуальное, то есть на данном этапе страна Германия как правило рассматривает эти страны достаточно безопасно и поэтому есть предположение, что угрозы для человека нет, угрозы преследования по социальным причинам, политическим и прочее, то есть некоторые там признают к себя к определенным половым группам для того, чтобы попытаться найти прибежище, но это каждый волен делать как хочет, но здесь фактически мы говорим о том, что те случаи, с которыми мы сталкиваемся, они связаны в том числе откуда люди уезжают, то есть если бы мы сегодня были с вами сириянами и иракцами, я думаю, что статистика у нас была бы немножечко другой, если мы говорим о том, что люди собираются с Украины, России и прочее переселиться, если они не являются названными нами лицами, то у них шансы изначально плохие, но это не говорит о том, что это невозможно, в свое время я не буду говорить о стране, то есть мне приходилось представлять интересы одного политического деятеля, которого оставили в Германии в конечном итоге, независимо от того, что страна была в общем-то не в списке черных, поэтому если у него история таковая, что его реально преследуют, как я сказал, что это не обязательно должны быть политики, иногда это могут быть организации близкие к политическим и прочее, в этой ситуации в общем-то шансы есть, но как я до этого сказал, это нужно уже обрабатывать в самом начале заявлений, если человек буквально каких-то пару фраз иногда одно слово неправильно заявил, это может поставить, назовем это так, крест на всей дальнейшей процедуре, хотя у человека возможно был шанс и шанс неплохой. Так, в общем-то, вы правы, само законодательство, оно не либеральное, оно достаточно жесткое, и я бы сказал бы даже не законодательство жесткое, а практика жесткая, потому что люди, принимающие решения, они хотят избежать злоупотребления вот этим правом на азюль, либо правом беженца, естественно, они должны по возможности выявить все причины, чтобы кто-то под этим красивым предлогом не попал сюда незаконно, то есть вот так, наверное, будет, я думаю, что правильно сформулировано. Ну да, я считаю, что это абсолютно верно, потому что ведь путей для эмиграции много, то есть человек может выбрать какой-то другой путь, это может быть обучение, открытие бизнеса, да, все что угодно, поэтому не нужно искать этих путей. Ну, спасибо вам, Сергей, еще раз за то, что подробно рассказали нашим подписчикам или просто зрителям нашего видео, раскрыли эту тему. Я хочу напомнить о том, что если у вас остались к нам вопросы, вы можете оставлять заявки на нашем сайте, который будет указан внизу на этом видео, также по номеру телефона, который будет указан на экране, и если у вас будут возникать какие-то вопросы к Сергею, вы можете обращаться, мы обязательно вас соединием. Сергей, тогда передаю вам слово, если есть что в конце добавить, пожалуйста. Все, Алена, было очень приятно, я думаю, что у нас получился очень конструктивный разговор, и надеюсь, что для кого-то из ваших подписчиков это будет реальная помощь для того, чтобы подумать, стоит ли поддаться каким-то уговорам людей, которые с этим либо не сталкивались, либо кто-то это может быть делать за деньги, для того, чтобы либо человек, только человека затащить на территорию, потом бросить, то есть, поэтому мой, может быть, призыв к таким людям, подумайте, прежде чем вы это будете делать, и лучше получить консультацию еще перед выездом, чем это будет поздно, то есть, не знаю даже, сколько за такие поездки требуют, но наверняка, как бы сказать, разочарования будет, может быть, в конце намного больше, и скажу так, что попасть даже в те заведения по первичному распределению будет тоже делом не из приятных, потому что там не идет такого разбора, то есть, некоторые люди, которые туда попадали, уже сами готовы были потом бежать, ну, точно не отельные условия, поэтому призываю быть аккуратными, разумными, независимо от того, что кажется, за границей всегда лучше, иногда дома и стены помогают, но есть, как я сказал, реальный случай, где, может быть, по-другому не идет, и здесь либо заранее проконсультироваться, либо по приезду желательно получить квалифицированную помощь, чтобы потом не сожалеть. Рад был нашему контакту, и надеюсь, будут, если еще вопросы, мы с удовольствием ответим. Все, всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok